Так, Кулюшка, кажется, пришел. О, Коля, у меня свалберез. Кулюшка, ставь сюда на холодильник. Что такое накупило-то? Так, вот это... Это колбас. Ты чё? Колбаски, салфетки. А что это? Не знаю, колбаска какая-то. Порошок! О, спи, начинается. Начинается, конечно. Хорошо, куртка рабочая. Вот так вот. Какая такая любовь? Ты помнишь, кто ты вообще на канале Уютного Чаепития? Кто ты? Ну, я, короче, по своей должности я не должен работать. Ну, помнишь, как ты себя назвал? Кто ты? Ну, да кто? Генеральный и чё? Генеральный директор. А ты вообще знаешь сегодня, какая дата у нас на YouTube? Какая? У нас сегодня тысячный ролик. А-а-а. Да. Вот этот тысячный ролик. Ну, правильно. Проставайся. Ну, да, конечно. Нам бы повод, да, то день взятия бастилеев пустую прошёл. Да, да, да. Тысячный ролик. Вот я его уже выпустила, этот тысячный ролик. Так что, ну, бусинка, может, хватит уже, а? Она по тебе топчется, как по грядке, ёлки-палки. Бусёныш. Вот. Правильно, он сейчас ей вкусняшку даст. Бусёныш. Кушать хочешь? Давай я тоже так же на тебя буду забираться, когда ты заходишь. Давай, всё. Пускайся. Пусти. Я говорю, ты её любишь больше меня? Он говорит, а она же мохнатенькая, мягонькая. Да, это я вот салфетки, друзья, в таких количествах покупаю на Валберис. Заказала себе колготки и мыло ушастый нянь взяла. Всё потом, попозже покажу. Да, это порошок пришёл в коробке. Так, ну чего, давай тогда умывайся, переодевайся. Спрашивает. Коля такой говорит, пойдём, пойдём, монстр, никто тебя не кормит так, как я. Да. У меня там зелень, друзья, вон, подсохшая. А я сейчас её порежу и в салатик. Дома так сухо. Колюшка, нам надо фильтры купить завтра. Обязательно, конечно, в моё блюдце. Правильно, и раз блюдечка чая не пьёт, Коля бусинку кормит, да? Да. Всё понятно. Посмотри, как журчит. Всё, срочно, прямо срочно надо покупать. Бусинка, бусинка у нас таскает бумажки от конфет. Где они все, я не знаю. Так, мне надо, знаешь, что показать? И мне надо показать, что я заказала на вам. Так, надо брать водички. А ты скажи свои бусинки. Кусина ищет фантик. Монстра, монстра. Где фантики? Где-то под столом. Ножик возьми, ещё эту распакую. Что за коробка такая? Что у нас в коробке пока шло? Так. Разрезай. Разрезай нормально. У-у-у, тут темно, темно, темно. Да, как что разрезать? Это порошок, скорее всего. Потому что, только почему в коробке. В тот раз ты вроде без коробки брал, да? Друзья, заказываю я ушастый нянь. Что же аккуратно в коробке-то? Там же порошок. Вот, порошочек, да, в коробке, представляете? Так. Порошок. Ушастый нянь. Мы стираем с этим порошком. 9 килограмм. Если кому интересно, смотрите, друзья, на Валдберес. Я не помню, сколько это дело стоит. Так. И вообще, главное, это не это. Вообще, это не это, то, что я хотела показать. Я себе заказала вот такие штаны. Чтобы не все ходить в брюках-то. Ну, не знаю, с развернули, угадала или нет. Нет. Так. Ланю. Бамбук. Термолосины. Супергигант. Супергигант. Это я, походу. Вот такие мягонькие. Такие мягонькие. Не знаю. А, так они это. На опушке внизу. Ну, я думаю, что супергигант, друзья мои, на меня должно подойти. Ты меня снимаешь или с кем? У них тут, видишь, есть это, две полосочки. Что, может померить? Поджопник, короче, да? Ну, это раньше детские были колготки с одной или с двух. Тебя учили. Ты носил колготки маленький? Не знаю. Так ты что показываешь-то там кого? Не помню. Наверное, носил. Ее учили, да? Две колготки должно быть на попе. А одна вот здесь. Но почему-то многие одевали наоборот. Я никогда не путала. Отключитесь, пожалуйста, Николай Александрович. Я померю. Ланю. Ланю. Супергигант. Тут еще баран нарисован. Видишь? Овца может. Ну, какая разница. Да. Ланю. Так, теперь выключай, переоденуся. Переодевайся. Кажется, я заказала слишком супергиганты, друзья мои. Вот такие у меня. Ой, какие они мягкие внутри. Ой, прямо мягко в них, мягко. Я не знаю. Но вот в такую погоду, если с полусапожками, я уже полусапожки свои не одевала осенние уже не знаю сколько времени. Но даже вот с этими зимними, у меня же где-то еще кроссовки зимние в том году покупала. Ну, значит, кроссовки же не оденешь с лосинами, да? Их же надо с брючками. В общем, друзья, вообще мягкие. Запери пакет, а то вижу. Ты что делаешь, что поросенок опять? Он страховывает уже. Ты что творишь-то? Господи, вот все надо сожрать, Буся. Ну-ка, сейчас я уберу. Вот такое чувство, что вот что-то тебя вот как будто вот обволакивает. Но я не знаю, конечно, как они будут после стирки. Но вот так вот, если их одеть, например, вот сейчас, да, на дачу даже ездить, наверх просто брючки. Хотя у меня есть теплые брюки, вот которые мы с тобой баллоневые-то теплые покупали. Мы, наверное, тогда на мечку, в мечку ездила в них, да? Вот так это. Вот, а так вот сверху, если тоненькие брючки, да хорошо, теплые. Они, конечно же, скатаются внутри. Думаю, что все равно скатаются. Так, здесь у меня салфетки. А салфетки-то специально даже, друзья, я вам сейчас скажу. Дешево как-то выходят салфетки. Мне неохота их просто на этот класть. На диван пусть на полу лежат. Я сейчас хочу ценник сказать. Этих салфеточек. Так. Это ведь не реклама, это я просто с вами делюсь. Какая тут реклама? Нафиг. Да? Бузька. Что-то опять какой-то пакет сварила. Опять уже сварила. Ну, так это тот же, Колечка. Монстр. Льви. Слушай, а как найти мои покупки-то? Наверное, надо... А, вот. Сейчас я скажу. Сейчас я скажу, сколько стоит. 451 рубль, друзья, всего стоит. Представьте, 451 рубль в каждой пачке. Это 120 штук. 6 пачек. Это вообще дешево. Сейчас вот такие вот, даже вот идешь раньше хоть в магните, они были в акции. Нормально. У нас как-то влажные салфетки вообще летят. Не успеваешь открывать, их уже нет. Да? Так что вот 6 штучек. 451 рубль. Вообще найдите вот эти салфетки на Валберес. Увидите, вот кто пользуется так хорошо им. Так, потом я еще заказала мыло «Ушастый нянь». Потому что зимой у меня от мороза начинается такая сухость кожи, что прямо вот... Особенно, когда вот мороз прямо вот до суда. Вот такое, не знаю, говорят, аллергия на мороз. Я раньше не верила. Вот на самом деле. Поэтому вот такое надо мыло детское, мягкое. Вот «Ушастый нянь», 6 штучек мыло. Но «Ушастый нянь» он всегда дорогой. Ой, упала кулечка. Сейчас я уберу вообще его. «Ушастый нянь» он всегда дорогой. А я вам сейчас скажу, за сколько я купила детское мыло. Крем-мыло с пантенолом. 306 рублей, 6 штучек. По 50 рублей штучка выходит, да, как-то? Монстра. Да, 50. 6 штук, да. Я правильно же посчитала? 306 рублей, да. Вот. 90 грамм кусочек, как обычно. Никакой там, не менее, ничего. Так что тоже это как бы надолго хватит. На дачу увезу пару кусочков. Летом я люблю вообще хозяйственно мыло мыться. Летом мне нравится. И у меня никогда от неё... Сухости от него нет. Вот. А зимой вот надо что-то такое. Мягкое мыло разным пробовалось. Гелий. Гель... Я использую гель для душа. Только после того, вот как вот мылом помоешься, а потом гелем тебя освежить. Ну вот нравится мне. А так всё равно, да, мылом сначала помыться. Потому что я вообще слышала, что гель, он не смывает. Ну, я не скажу, что мы грязнули, да. Да, но всё равно ведь мыло есть мыло. А гель, мне кажется, он больше для запаха идёт. Ну, опять же, детский гель вот такой хороший. Ушаский нянь. Короче, вот мыло заказала. И заказала я новый... Тут это новое, как Коля, у меня... Я всё Коля говорю, мягкое, жидкое стекло. Он говорит, да не жидкое, а мягкое. Вот, заказала я на кухню. Новое. Постелим. Новенькое будет. Размерчику. Сегодня... Так, его надо намыть сначала. Его же все трогали. Конечно же, его помою. И постелю. Будет у меня новенькое. Слушай, ты не знаешь, что это? Это монстра уронила. А что она уронила? Пакетик. С чем? А там как шоколад. Сами показывают. Видите, Коля чаю попил. Пакетик чайный положил на фантики. Монстра утащила. Вот, Николай Александрович у меня сидит. В холочке. Так, а не я виноват, это монстра. Это ты виноват, что сразу не убрал. А она, посмотри, она всё таскает. Сейчас она, знаете, что будет делать? Она сейчас будет грызть коробку и выплёвывать. И утром здесь вот... Вот здесь всё будет. Сейчас эту коробочку я порву и выкину в печку. Камин, соль, не будем топить? Поздно уже. Да? Конечно. Екатерина-то будем глядеть? Нет, я спать пошёл. Боинькать? Да. Вот думаем, друзья мои, на дачу как поехать. Надо воду туда, Колюшка, везти. У нас воды там нету, что ли? Питьевой нету воды. Не дождевую же пить. Слушай, а баллон пустой возьмём? Пару баллонов, да? Не знаю. Наберём у Анатолия воды. Одной хоть? Одной? Ну, вообще-то, да, мы же едем-то туда всего на выходные дни. Я, наверное, в пятницу уеду пораньше. Только надо как-то позвонить, узнать, как ходит буксир. Я не знаю, куда займёшься. Расписание должно быть в интернете. В интернете я-то рассмотрела, там... А, нет, есть. Но там только автобусная. Значит, надо набрать буксирная. Да? Да. Устала у меня курышка, что-то. Николай Александрович, что-то у меня устал. Монстра! Буся, а ну, брызь со стола! Ну всё, друзья, всем пока. Друзья, я отключилась. Я говорю, Колюшка, что-то ты у меня сегодня уставший. Говорит, я на пенсию. Вообще, я на пенсию хочу. Пенсию, говорит, я хочу. Надоело мне уже работать. О, как. Устал просто. В отпуск не отдохнул. А, в отпуск я тебе в отпуске не дала. Да, отдохнуть-то по-хорошему. Да. Не успел, только два дня отдыхал. Сейчас опять смотрели с Колей по ТНТ эти праздники. Сериал праздники. С этой, с Марией Ароновой. И там все актёры, ну вообще. Чё там только не покажут. Ну так, интересно. Можно посидеть, расслабиться. Давно, говорю, телевизор не смотрели вот так. А бусинка у нас только таскает, да, бусёныш? Монстр, иди сюда. Монстр. Какая же она монстра. Я же, скажи, не монстра. Я бусёныш. Бусёныш. Удольчики мне надо убрать. Всё. Ну ладно, очень хорошо. Всё у меня. На вторые такие заказывать. И причём закажу второй такой же размер. Потому что нигде не жмёт ничего, да? Наверное, я не знаю. Откуда жмёт тебя нет? Да, ну, видишь, хожу спокойно. Хожу спокойно, приседаю. Вот так вот. Буся. Бусинка моя. Ну ты бусёныш-то наш. Так, ну ладно, пошла я мыть мягкое стекло. Или там жидкое какое оно. И постелю его на стол. Всё, конфетки у нас исчезают постепенно. Вместе с фантиками. Конфетки в желудок. Фантики не знаю, где бусинка тырит. Потом начну, когда уборку узнаем. Всё, друзья мои, всем пока.